Бог дал, Бог взял Какой-то лесной дедок Или, прости господи, дядька водяной Но с картошкой Маленькие остренькие глазки Из-под клочковатых бровей На язык скорый, извителен Духом же боевит Наместник скажет ему слово Тот ему в ответ десять А были они похожи с отцом-наместником Как родные братья Порой их даже путали Потому-то власть ей попал В такую немилость Что тот только спал и видел Как ему от него избавиться А как известно, когда воля человека Уже склонилась к козлу Лукавому остается Лишь подать ему повод Вскоре он и представился В окрестностях Троицка Произошло убийство Свидетели составили фоторобот И пришли для опознания С этим фотороботом в монастырь Наместник поглядел Поглядел на эту смазанную картинку Да и сказанул А, так это наш монах Власий А где его можно найти? Да в бане Банный день у нас И вот вломились милиционеры в баню И взяли бедного головы И распаренного Власия Прямо с нагретых палатей Где он с наслаждением Хлестал себя венечком Он едва-едва успел Наготу прикрыть Как защелкнули на нем наручники И, как матерого преступника На глазах у всего монастыря Потащили в тюрьму Ну и, конечно, вскоре Все выяснилось И на фотороботе Явно не он И свидетели не опознали И алиби у него И убитого он в глаза не видел Отпустили Вернулся он в монастырь А наместник его обратно Не принимает Якобы за то, что тот пустил слух Наместник сдал его в тюрьму Потому что узнал фотороботе Самого себя Но что делать Пригорюнился монах власе И отправился в Москву Где были у него знакомые Из числа паломников Троицкого монастыря Пришел и к нам Навеки поселиться Оскорбленный Оборванный Нищий Беззубый Сидел нахохлившись Целыми днями Тосковал Переваривал обиду Я и решила его развлечь И позвала в гости К моему другу Писателю И путешественнику Приходим А у него сидит на кухне Какой-то мрачный человек Сам в глубочайшем унынии Чуть не плачет Слово за слово И выяснилась причина Такой глубокой печали Мрачного человека Было это в начале девяностых Когда только-только Зарождался отечественный бизнес И много было в этом бизнесе Моментов непредсказуемых Темных и даже криминальных Но дела нашего мрачного человека С именем Рюрик Шли до поры успешно А тут все деньги И какие у него были И какие он взял Под большие проценты у банка И какие одолжил Очень серьезных людей Вбухал он В огромную партию компьютеров Они прибыли По железной дороге Из-за границы Вроде бы все И железнодорожники И пограничники И таможенники Все было схвачено И проплачено И вдруг Облом Нагрянула ревизия И весь товар арестовали Рюрик был Разорен Я покойник То и дело Констатировал он Меня убьют Да не убьют Тебя Махнул рукой Власий Я помолюсь И все тебе вернется И приумножится И что Разошлись они В тот вечер А через день-другой Звонят нашему бизнесмену Какие-то официальные лица Приносят свои извинения Мол Так и так Произошла неувязка Заберите свой товар В целости и сохранности И действительно Получил Рюрик Свои компьютеры Выручил за них Огромные деньги Расплатился И с банком И с кредиторами И сразу Сильно скакнул Вверх В своем Материальном Процветании И вот с тех пор Стал он держать Простого монаха Власия За святого старца Который что не попросит У Бога Все Господь Для него исполняет Забрал он Власия К себе На рублевку Кормит Поет Одевает Зубы ему Вставляет Чуть ли не Ваше преподобие Ему говорит Чувствует себя Едва ли не Новым Мотовиловым При преподобном Серафиме Саровском Живет у него Власий В негии холи Зубы у него Белоснежные Самые лучшие Фарфоровые Как у голливудской Кинозвезды Черный длинный Плащ у него Из нежнейшей Лайки К нему и шляпа С мягкими полями Шарф Кашемировый Дымчатые очки Швейцарские Часы Дипломат Английский Зонтик Сигары Только не хватает В краешке рта До крупного Перстня на пальце Стал монах Власий выглядеть Как этакий Заморский Дядюшка Сэм То ли владелец Заводов Газет Пароходов То ли глава Мафии Крестный отец Но только Сам Власий Вдруг затасковал Чем более Тело Тешится Тем более Душа Угнетается Стал Стал Проситься У Рюрика В монастырь На свободу На волю А тот И говорит Вас ведь там Опять обижать Будут И добраться До вас Трудно будет Лучше куплю-ка Я вам Квартирку В Эмске И от вашего Родного Свято-Троицкого Монастыря Это недалеко И из Москвы Какой-нибудь Час Лету Купил ему Шикарную Квартиру В центре Эмска В элитном Доме Над рекой Обставил Ее Дорогой Мебелью Начинил Всякими Заморскими Диковинами Там и компьютер И посудомоечная Машина И домашний Кинотеатр Положил Платить Отцу Властью Ежемесячное Содержание С тем Тот И переселился На новое Место И все же Рюрику Казалось Что он Что-то Не додал Своему Благодетелю Хотя Есть ли Такие Земные Сокровища Которые Могли бы Сполна Духовные И вот Узнал он Что у отца Власия Приближается Юбилей И решил Устроить ему Праздник По полному чину На юбилей Были приглашены Во-первых Все дружественные Монахи Свято-Троицкого Монастыря Но наместник Их так и не Отпустил Во-вторых Знакомцы Власия По Москве А в-третьих Новенькие С которыми Он свел Знакомство И дружбу Уже когда Поселился В Эмске Это были Прежде всего Соседи По элитному Дому Которые Прослышав О том Что возле них Поселился Чудотворец Стали обращаться К нему За пророчествами И исцелениями А кроме того Знакомые Соседей Поскольку Слух О нем Уже пополз И стал Монах Власий Как свеча Которую Поставили Гореть На высоком Месте Праздновать Предстояло Три дня Всем Монагородним Были заказаны Номера люкс В лучшей Гостинице Эмска Железнодорожные Билеты В спальном Вагоне И памятные Подарки С иконками Духовными Брошюрами И открытками С видом Эмских Храмов В первый В первый день Планировался Съезд Гостей Экскурсия По святыням Эмска С заходом В храмы Пением Тропарей И торжественный Ужин В ресторане Пена С костюмированными Поздравлениями Юбиляра И действительно Поздравлять Его вышел Сам Петр Первый Дюжи Детина В парике И треуголке Одетый Соответствующим Образом В голубом Камзоле И белых Чулках Взятых На прокат В местном Драмтеатре А уж Следом За ним Гостям Выкатился Какой-то Странный Тиф В причудливой Старинной Одежде И уже Сильно Поддатый Гости Гадали Кто бы Это мог Быть Называлось Имя Колумба Открывателя Америки Байрона Потому что Он покачался И вроде бы Даже хромал Пушкина Потому что Как же Без него Но оказалось Что это Некий Князь Давмонд Основатель Многих Славных Городов России В том числе Эмска На следующий День Гостей Повезли На экскурсию За 70 Километров В знаменитый Свято-Троицкий Монастырь Где Власий Появился Уже Как кум Королю И поднес Дружественной Братьи Утешение Велия Что на местном Монашеском Языке Означало Подарил им Несколько Бутылок Отменного Французского Коньяка После этого Гости Отправились На военный Аэродром Относившийся К Троицкой Воинской Части С которого Должны Были На реактивном Самолете Подняться Воздух Облететь Всю Эмскую Епархию И полюбоваться Ее красотами С высоты Птичьего Полета А уж На третий День Оставался Так сказать Десерт Все веселыми Стопами Направились На пристань Садились На специально Ориентованный Катер И плыли На нем На остров К старцу Однако Старец Был уже Стар И очень Уж Немощен И практически Никого Не принимал За этим Следили Две его Келеницы Бойкие На язык И мощные Видом Поэтому Гости Подойдя К домику Старца Так и Остались Стоять За штакетником У запертой На засов Калитки Меж тем Небо Посерело Подул Холодный Ветер Начал Накрапывать Мелкий Дождь Все Сгрудились Под большим Деревом Крона Которого Служила На первых Парах Как навес Так и Стояли Притихшие Жались Друг Другу Зябли И в довершение Всего Откуда-то С дальних Пастбищ Сюда Прискакал Удалый Жеребец Он Весело Цокая Самозабвенно Скакал По камням Пока не Допрыгался До паломников И тут Остановился Словно Пораженный Поглядел Огромным И как Отметили Все Лукавым Глазом И вдруг Выхватил Зубами Сумочку У дамы Из городской Администрации Эмска На правах Соседки Власия По ее Элитному Жилью Принимавший Участие В юбилейных Торжествах Выхватил И умчался С нею Вдаль Сумочка Моя Сумочка Запричитала Она Все пропало Жеребец Меж тем Обскакал Домик Старца Скинул По дороге Драгоценную Сумочку И снова Понесся На нас Что же Это такое Заплакала Дама Из Эмской Мэрии Так же Успевшая Стать Приближенная От совласия Она Повернулась Спиной К подлетающему Жеребцу И загородила Свою сумочку Собственным Телом Но он Залихватски Схватил Зубами Конец Шали Болтавшийся У нее За плечом Рванул За него Сдернул С плеча И снова Умчал Лошади Это Колжи Встревожно Прокомментировал Рюрик Это если Во сне Увидишь Поправили его А то ж Не сон Так и Простояли Тогда Под деревом Чувствовалось Что юбилей Подходит К концу К концу Подходил И фавор Монаха Власия После юбилея Когда все Гости Уже Поразъехались Да поразошлись Он по инерции Все продолжал Свой банкет То с нищими Актерами Драмтеатра Изображавшими Петра Первого И князя Давмонта На его чествованиях То с соседями По дому То просто С народом Встретившимся У ларька Может быть Поэтому Его смешной Картофельный нос Сделался красно-сизым Маленькие глазки Стали еще меньше А язвительный Язычок Задиристие Поговаривали Этими слухами Приехал Проведать Возлюбленного Старчика И застал его В окружении Разнузданной И ошалелой Пьяни И посреди Разгрома Повсюду Валялись Какие-то Огрызки Объедки И пустые Бутылки На восклицание Потрясенного Рюрика Монах Власи Резонно Ответил Что даже Христос Ел и пил С мытарями И грешниками И все бы может В тот раз И обошлось бы Для Власия Если бы он Не решила Похмелиться А поскольку Рюрик зорко Следил за ним То и пришлось Власию Делать это В уборной А пустую бутылку Улику Выбрасывают Тут же в окно И надо же Было случиться Такому искушению Что бутылка Эта упала Прямо на припаркованный Тут же Мерседес Рюрика Расколошматив Стекло И повредив Капот А поскольку Рюрик С некоторых пор Стал ездить С машиной охраны То его охранники Тут же Определили Что да как Да откуда И мгновенно Среагировали Вломившись В квартиру И выведя Власию На чистую воду Ну и Власий Окончательно Впал в немилость Настолько Что Рюрик У него Все отобрал Под чистую И самое обидное Крикнул ему В лицо Так грубо Так дерзко Не нужны Мне теперь Твои молитвы Сам как-нибудь Обойдусь Я вон Как поднялся Реально И отправился Власий Посыпая голову Пеплом Гол как сокол Нак в этот мир Пришел Нак и от Идиши Туда Где ему И полагалось Быть Обратно В монастырь Но что удивительно Прошел год Другой И вдруг Власий Получает Известие Что Рюрик В конец Разорился Мало того Сидит под следствием Под подпиской О невыезде И на него Вовсю шьют Уголовное дело Обошелся Комментирует он Поднялся Эх дурачина Бог дал Бог взял И многозначительно Вздыхает Вполне Мне, впрочем Благодушна Бог дал Немного Среди Он Немного Отч livestream Продолжение следует...